Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшний ролик посвящен косметике МАК. Если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Я вам сегодня покажу, в принципе, немного продуктов. Здесь всего 5 штучек, но все они для меня дорогие и очень сильно мне понравились. Поэтому, конечно, кому интересна эта тема, то давайте начнем. Первое, что я вам покажу... В общем, кстати, скажу вам, что косметика была куплена за два похода в магазин. Вначале я приобрела себе... У меня очень было большое желание попробовать консилер, румяна и помадку. Вот я три этих продукта и приобрела. С них и начнем. Ну, давайте начну, наверное, с консилера. Приобрела вот такой вот консилер. Это минеральный, по-моему, он называется. Конечно же, все фотографии поближе все вставлю, покажу. Здесь 5 мл. Очень сильно он мне понравился. Во-первых, потому что здесь 5 мл. И для консилера, ну, вы сами понимаете, это хватит. Ну, я не знаю, мне кажется, мне даже хватит не на один год, потому что не каждый день я пользуюсь консилером. Во-вторых, мне понравилась такая очень удобная щеточка небольшая, маленькая, которая действительно мягко наносит и точечно можно наносить. Не имеет никакого запаха. И, честно говоря, оттенок я не знала, какой выбрать. И здесь я прибегла, конечно, к помощи консультанта. И за что ей большое спасибо. Она действительно подобрала тот оттенок, который мне нужен. На мой взгляд, это такой мягкий консилер, который легко распределяется. Не нужно никаких усилий прилагать. Я вот даже пальчиком его распределяю. Не совсем у меня так консилерами получается. Вот. Поэтому он мне нравится. Он очень легкий. Мне кажется, он мне ничего не подчеркивает. Ну, разве что, конечно, какие-то такие серьезные несовершенства он не скроет. Ну, что-то такое минимальное он, да, скроет. Я думаю, даже и круги какие-то темные под глазами он скроет, потому что иногда у меня такое бывает. Страдаю я этим. В общем, мне понравился он такой из-за легкого нанесения, такого вот невесомого какого-то покрытия. Очень хорошее средство. Я, ну, девчонки, честно, я безумно вот этой покупкой довольна. Я не жалею ни каждого рубля, потраченного на этот консилер. Дальше, что у меня было приобретено, это румяна. У меня Blush All Day называется. Очень мне понравились, опять же, эти румяна. Здесь 6 грамм. Опять же, хватит безумно надолго, учитывая то, что у меня не только эти румяна. Здесь, опять же, я прибегла к помощи консультанта. Я ей объяснила, что я хочу, какой оттенок, что, мне кажется, мне подойдет. И мы с ней подобрали вот такой вот оттеночек. Я ей сказала, что я хочу какой-то такой более натуральный оттеночек, и чтобы не было какого-то сияния и блесточек. И вот, девчонки, посмотрите. Действительно, мне кажется, вот мы правильно с ней выбрали. Она долго показывала много разных оттеночков. Сделали мы даже мне мейкап. Очень долго я с ней разговаривала. У нее много терпения хватило выслушать меня и помочь. Это, девчонки, самые лучшие румяна по качеству, которые у меня только есть. Я не скажу, что, конечно, у меня много косметики, но из того, что есть, действительно, это самые лучшие румяна. Здесь они, вот их нанесешь, и они как прибитые держатся на вашем лице, пока вы не сотрете вечером, пока вы не смойте весь макияж. Обычно у меня румяна вот действительно через там 3-4 часа куда-то исчезают, и такое ощущение, будто я не наносила их. Здесь же действительно румяна как были, так и остаются на моих щечках, и мне это очень нравится. И цвет такой натуральный, нежный, действительно, очень красиво смотрится. И для меня это самое, наверное, не самое по оттенку. Есть у меня еще от Essence, очень любимые румяна. Но по качеству, конечно же, эти в 100 раз лучше, и я довольна покупкой. Сейчас задумываюсь, периодически захожу на сайт от MAC, и задумываюсь, может быть, еще какие-то румяна присмотреть. Вот я подумаю над этим, потому что действительно покупкой я осталась безумно довольна. Следующее, что я приобрела, это была помада. Коверкать название не буду, конечно же, ставлю фотографию. Приобрела вот эту вот помадку, такую вот известную, как пульки, наверное, называют, пулем. Очень мне хотелось попробовать, потому что все девчонки пищат от качества этих помад. Я думаю, дай-ка попробую. Тем более цена в 1100 или 1200 российских рублей не особо велика, мне кажется, по сравнению, например, с какими-то люксовыми помадами. Здесь достаточно много продукта. Это, если не ошибаюсь, 3,5 или 4 грамма. Такой, опять же, нежный, нюдовый цвет приобрела. Вот эта вот помада, девчонки, она такая вот, видите, как-то сияет, надеюсь, вы увидите. Она как сияет, такая блеск, именно такой влажный блеск, но с таким очень хорошим цветом. Цвет мне этот очень подошел. Опять же, вот я долго стояла, выбирала. Ну, здесь я уже, правда, сама цвет выбирала. И такой аромат легкий. Такой легкий, приятный, нежный. Вот что касается качества, то помада очень приятная в нанесении. Она долго держится на губах, несмотря на то, что она такая увлажненная. Мне эта помада не сушит губы. Она, если где-то какие-то шелушения, не подчеркивает. Ну, может быть, у меня какие-то такие мелкие были шелушения, какие-то неровности. Вот не знаю, но особо ничего не подчеркивает. Очень красиво, дорого смотрится на губах. Ну, вот действительно, качество потрясающее. Я присоединяюсь ко всем хвалебным отзывам. И, девчонки, после того, как мне вот эти три продукта очень понравились, я в следующий раз пошла и решила, что многие хвалят тени. Я хотела купить палеточку, там есть 9 теней. Но как-то я потестила, и мне почему-то не особо понравилось качество. Какое-то оно очень странное мне показалось. Но в итоге я приобрела вот такой вот цвет. Это Sable оттеночек. Он такой темно-металлический, коричневый, да? Очень мягкий по нанесению. Но когда, девчонки, наносишь, он не становится таким темным. Он такой коричневый, переливается каким-то золотом слегка еще. Ну, такой потрясающий оттенок. И, ну, я вот не знаю, мне как бы для макияжа хватает только вот этого одного цвета. И все, у меня макияж готов. Немножечко его растушевать. Он такой вот, у него красивый перелив. Опять же, тени держатся очень долго, но на базе. С базы их не пробовала носить. Как-то мне нравится в последнее время с базы все тени использовать. Поэтому пока вы их не сотрете, они будут держаться на ваших веках. Но это такой потрясающий цвет. Вот жаль, что все-таки я их купила вот буквально тени недавно. И уже, в принципе, весна, очень тепло. И как-то темный макияж я не буду делать, скорее всего. Но осень-зиму, вот я, мне кажется, только им и буду пользоваться. Это такой классный, потрясающий оттенок. И опять же, здесь граммов очень много, полтора грамма. Ну, мне на полжизни хватит. Учитывая то, что я не каждый день пользуюсь тенями. И еще я докупила одну помадку. Линейка Frost. Оттенок называется Angel. Я что-то такое, какое-то розовое, нежное такое хотела, чтобы подчеркнула какую-то свежесть моего лица. И нашла я такой оттеночек. Я вначале на сайте посмотрела, а потом уже в магазине на стенде. Но, честно говоря, мне кажется, все-таки на сайте различаются цвета. Приобрела вот такой вот оттеночек. Очень приятно. Он сейчас у меня на губах. Я не знаю, увидите вы действительно вот оттенок таким, какой он есть на самом деле. Опять же, запах какой-то, ну, такой вот неяркий, приятный. Здесь уже, девчонки, честно говоря, такая более кремовая текстура. Не такая влажная, но хорошо ухаживает за губами. Не сушит мои губки, не подчеркивает никакие шелушения. В общем, ну, потрясающая помада, на мой взгляд. И да, девчонки, я, видимо, теперь тоже поклонница компании MAC. И сейчас планирую приобрести себе тональный крем. Вот если кто-то пользовался, покупал какие-то кремы, напишите, пожалуйста, какие вы покупали и какие у вас вот отзывы на эти кремушки. Потому что вынашиваю я такую сейчас идею в себе, что действительно приобрести тональный крем какой-нибудь. Но единственное, там объемы очень большие. Мне кажется, хватит, например, даже 50 миллилитров. Не говоря уже о стол. 50 мне хватит очень надолго. Но вот думаю приобрести, потому что, ну, действительно, после использования у меня остались такие приятные впечатления от этой косметики. И поэтому, конечно, хочется и дальше продолжать знакомство с ней. Ну вот, девочки, это было все на сегодня. Надеюсь, какая-то информация была интересной, полезной для вас. Если так, то, конечно же, ставьте пальчики. Обязательно пишите комментарии под этим видео. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Так как впереди нас ждет очень много интересных видео. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.